Традиционно в конце мая в городке Черлюби, что в северной Италии на Утере Кома, открылась одна из самых интересных выставок Европы Конкорса Элеганса Велодайсте, конкурс элегантности и стиль История этого конкурса начала в далеком 1929 году, когда на Велодайсте съехались лучшие кузовные ателье Европы, чтобы продемонстрировать богатой знати свои шикарные автомобили И хотя выставка Велодайсте неоднократно закрывалась, а затем вновь открывалась, тем не менее, дух и традицию выставки удалось сохранить Здесь не соревнуются в количестве лошадиных сил, динамике разгона или максимальной скорости Здесь господствует стиль, элегантность и красота Причем основное требование к машинам долгое время заключало в том, чтобы машины относились к категории редких классических автомобилей Однако в 1999 году, когда выставка полностью перешла под контроль и финансирование концерна BMW, немцы протолкнули решение, согласно которому выставки смогут принимать участие и современные автомобили, но не серийные, а концептуальные К примеру, в этом году компания BMW представила на конкурсе элегантности и стиле возрожденной спорткупе BMW 8-й серии Машина была заявлена как концепт, что разрешало ее представить на Велодайсте Но многие эксперты заметили, что привезенная в Италию купе отличается от концепта, представленного в этом году на Женевском автосалоне И скорее всего, это уже серийная версия спорткупе 8-й серии, мировой дебют которого должен будет состояться через 2 недели на открытии легендарной гонки Laman 24 часа Машина создана на модульной платформе Кларк и согласно заявлению вице-президента компании BMW по дизайну Андреана Ван Койденко Возрожденная 8-я серия станет новым флагманом в производственной программе компании BMW В частности, машина будет выпускаться в стандартной версии Гранд Купе, горячей версии М8 Гранд Купе, гоночной версии М8 GTE, а также с кузовом кабриолет Гамма прилагаемых моторов у Купе 8-й серии будет такой же, как у BMW 7-й серии А горячая версия с буквой М получит мотор от седана BMW M5 мощностью 600 лошадей сил После презентации на гонке Laman 24 часа, официальную мировую премьеру, спорткупе 8-й серии немцы проведут 2 октября на осеннем парижском автосалоне Ну а продажу машина может поступить в первом квартале 2019 года Весьма необычную версию суперкара 488 GTB привезли на конкурс элегантности и стиля представители компании Ferrari Машина создана в единственном экземпляре и получала собственное имя Ferrari SP38 DeMort Судя по буквам SP, под которыми скрывается название специального подразделения Ferrari Special Project, которое занимается созданием индивидуального дизайна по специальной программе OneWall Машина была заказана очень богатым клиентом Согласно информации вездесущих папарацци, пошив индивидуального костюма для Ferrari, обошелся клиенту в более чем 1 миллион евро Забавно выглядит и требование клиента При оформлении заказа он указал, что желает, чтобы специалисты подразделения Special Project, кузов Ferrari 488 GTB оформили в стиле суперкара Ferrari F40 Если признаться честно, то я не смог отыскать во внешнем дизайне машины ничего общего с суперкаром F40 Пожалуй, только кормовая часть кузова с карбоновой крышкой моторного капота с тремя прорезями и заднее антикрыло с обрамлением габаритных фонарей и нижнего диффузора стилистически чем-то напоминает F40 Впрочем, машина смотрится прекрасно и даже издалека сразу же видно, что это, несомненно, Ferrari Пожалуй, самым невероятным спорткаром на вилла DST в этом году можно с полным правом назвать концепт 70-х годов Lancia Stratus Zero Созданная в кузовном ателье Bertone итальянским дизайнером Марчелло Гандинь В 60-х годах прошлого века благодаря Советскому Союзу космическая тема была невероятно популярна у всех архитекторов и художников дизайнов Но если, к примеру, американцы в дизайне машин использовали прямую тему космоса, то итальянцы в своих концептах делали ставку на динамику и стильную, что стало причиной появления новой копьевидной формы для спортивных суперкар Высота концепта Lancia Stratus Zero составляет всего лишь 88 см Ради сохранения копьевидности формы кузова Марчелло Гандини отказался от стандартных дверей и вход в машину сделал через лобовую стекло Для посадки на водительское кресло руль на концепте был сделан откидным, но управлять машиной нужно было в полулежачем положении, как в космическом корабле Кузов концепта был изготовлен из стеклопластика, а в качестве силового агрегата на машине использовался бензиновый мотор объемом 2,5 литра от модели Ferrari Dino 246 GT Любопытно, но концепт Lancia Stratus Zero был запущен в мелкосерийное производство Механические компоненты и агрегаты выпускались до него на заводе Lancia в городе Киваса, а изготовление кузова и сборка машины осуществлялось на заводе Бортоне в городе Тури К сожалению, из-за экономического кризиса 70-х годов, рост на машины резко упал и выпустив всего лишь несколько штук, итальянцы сняли машину с производства Однако, революционные дизайнерские идеи Марчелла Гандини дали мощный импульс в развитии нового дизайнерского стиля в спортивных суперкарках Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова